Всем привет! В этом видео мы разберем самый простой и быстрый способ создания сессии в девятой версии Линкенсферы. Я уже делал похожее видео для седьмой и восьмой версии продукта, однако девятая версия — это совершенно новое решение, соответственно с новым подходом для конфигурации сессий. Что ж, давайте перейдем к сути. После входа в программу мы нажимаем на новая сессия. Сверху можно указать название сессии, описание, выбрать иконку для удобства и даже указать теги для удобного поиска по ключевым словам. Далее нас встречает конфигурация сети. Тут много опций для выбора подключения. Всех их в подробностях я разберу немного позже. Однако из основного, первая опция указывает на отсутствие какого-либо подключения. SOX 5 и HTTP используются для подключения соответствующих прокси. SSH — для туннелей. Live SOX 5 и Live HTTP используются для работы с динамическими прокси, например, с мобильными. Direct использует ваше соединение напрямую. Tor — для подключения к сети Tor. Localhost — для работы с локальным подключением. Однако чаще всего его используют с некоторыми прокси-сервисами, такими как 9.2.2, например. И, наконец, с FreeProxy мы можем использовать бесплатные прокси внутри программы под нужную страну. Далее с помощью этой кнопки мы можем проверить работоспособность нашего соединения. А также с настроенным API IP Quality Score можем также проверить частоту нашего IP. Далее мы можем указать автонастройку параметров браузера по геолокации IP. Браузер автоматически подберет нужный язык, локацию и таймзону. Далее мы можем указать нужную подмену в RTC — тут рекомендую Fake — и установить DNS автоматически. Также, если мы указали прокси с ротацией или LiveProxy, мы можем установить ссылку для удобной и быстрой смены IP в нашем менеджере сессии. Далее мы переходим к настройкам работы с данными. Тут мы можем или вставить куки текстом, или же просто перетащить файлик с куки, и они будут вставлены автоматически. Далее мы можем указать, хотим ли мы, чтобы наши куки и локальное хранилище сохранялось локально на нашем устройстве, или же на серверах сферы в зашифрованном формате. Также мы можем включить или выключить сохранение паролей и истории для нашего удобства. Они хранятся только локально. Тут мы также можем настроить стартовые страницы, закладки и расширения, которые нам могут пригодиться в работе. Для быстрой настройки мы также можем сохранить и импортировать в сессию все эти данные файликом или текстом. Однако после создания сессии, изменить закладки и расширения мы сможем уже только внутри сессии, и не в ее настройках. И теперь самое важное, однако самое простое в новой версии — настройка фингерпринта. Тут я рекомендую использовать новый гибридный режим, который использует нативные отпечатки ПК с измененными параметрами железа. Эта система позволяет выглядеть как обычный пользователь, однако достаточно уникальным с каждой новой сессией, чтобы антифрод распознал вас как нового пользователя. Технически в этом режиме параметры Canvas и WebGL берутся с вашего ПК. А остальные параметры, такие как видеокарта, подверстия браузером, параметры железа, изменяются с каждой новой сессией. Конечно, можно выбрать и обычный режим, однако в этом видео я рассмотрю поверхностную, эффективную и быструю настройку. Обычную подмену мы рассмотрим с вами в следующих видео. Итак, с установленным гибридным режимом и другими параметрами мы готовы запускать новосозданную сессию. Нажимаем создать и запустить, и наша новая сессия готова к использованию. Рекомендую также использовать промокод LSFreedom для получения скидки в размере 10% на все тарифы, которые вы можете найти в описании этого видео, в виде ссылки на регистрацию и самого промокода. Надеюсь, видео было для вас полезным. Если так, можете подписаться. Тут мы будем разбирать разные фишки и функции браузера для его комфортного использования уже в ближайшее время. Успехов и развивайтесь!